Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Вячеслав Борисович Клявень, военкомиссар городов Одинцово, Звенигород и Краснознамец в Московской области. Здравствуйте, Вячеслав Борисович! Здравствуйте, Мария! В первую очередь хотелось бы вас поздравить и весь ваш коллектив со 103-й годовщиной образования военных комиссариатов в нашей стране. Сегодня именно тот день. Спасибо, что специальный репортаж приурочили к этому важному для нас событию. 1 апреля стартовал призыв, традиционный весенний призыв. Как все проходит в этом году? В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом о военной службе и указом президента Российской Федерации, с 1 апреля начался весенний призыв вооруженной силы, который продлится до 15 июля этого года. Начался он организованно. Идут служить с желанием призывники. Я думаю, что то задание, которое мы имеем, наш военный комиссариат, мы выполним. Сколько новобранцев пойдут служить в нашем округе? Традиционно мы призываем порядка 300 человек. Примерно такое же задание мы имеем на призыв и весной 2021 года. И я вот нисколько не сомневаюсь, что мы всех призывников, которые нам приписаны, мы отправим служить в вооруженные силы. Ну, тем более сейчас служба в вооруженных силах, она достаточно комфортная, интересная, и действительно ее должен пройти каждый. Ну, безусловно, служба в вооруженных силах, она необходима молодому человеку. Необходима по разным основаниям. Ну, прежде всего, это всегда было школой жизни, мудрости, закалки. Поэтому любому молодому человеку не помешает испытать себя, физически подрасти, стать более сильным, мудрым, научиться жить в коллективе, некоторым руководить уже маленькими коллективами во время службы в вооруженных силах. Потом это все, безусловно, пригодится в гражданской жизни. В 2020 году весенний призыв проводился с определенными ограничениями. Как в этом году строится Ваша работа? Сохраняются ли они? Как организованы потоки новобранцев? Ну, как все знают, пока мы еще не победили коронавирус, третий призыв, сохраняются все меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, по созданию барьеров для распространения коронавирусной инфекции, для того, чтобы обезопасить здоровье призывников, сотрудников военного комиссариата, обезопасить здоровье сослуживцев, которым попадут служить наши призывники. Но мы должны не допустить, чтобы хотя бы один призывник попал в вооруженные силы, имея коронавирусную инфекцию, что, естественно, может привести к серьезным, нехорошим последствиям. Поэтому предпринимали и сейчас, сегодня предпринимаем все меры для того, чтобы поставить барьеры на пути коронавируса. Мы организовали медицинские посты, два медицинских поста военного комиссариата, на котором обязательно проводится термометрия, опрос состояния здоровья призывника, пребывающего на комиссию. И если нет у молодого человека масок, перчаток, естественно, они снабжаются за счет наших средств. Всеми тем необходимыми защитными средствами разделены потоки, военного комиссариата, посетителей, которые пребывают по другим вопросам, не связанным с призывом, и призывников. Они по разным абсолютно лестничным пролетам, по разным сторонам здания расходятся по военному комиссариату. Кроме того, безусловно, остается жестким требование соблюдения социальной дистанции. К сожалению, это соблюдать достаточно трудно, потому что призывников очень много пребывает. Есть даже те, кого не вызывали еще повесткой, но они пребывают с просьбой призвать вооруженные силы. Я напомню, что 1 апреля стартовал весенний призыв. Наша съемочная группа пообщалась с новобранцами. Давайте посмотрим, как это было, и почему ребята идут с удовольствием вооруженные силы. Давайте я с удовольствием посмотрю. Начинаем повестку. Поздравляю вас. Благодарю. И желаю вам хорошей службы. Благодарю. Долгожданный день для Кирилла Артемьева настал. Сегодня начался призыв на военную службу. Связать свою жизнь с армией он мечтал с детства. Под впечатлением от фильмов хочет стать пограничником. Но для начала – обязательная срочная служба. С детства меня привлекала военная сфера. Как только появилась возможность, и я поговорил с Андреем Михайловичем, это представитель Одинцовского ДСАФа здесь, в военкомате, он сказал, что есть возможность сдать на категорию С, и я первым же делом, в первый же взвод записался, уже отучился, и вот должен буду получить уже водительское удостоверение. Одна профессия уже в кармане. После армии планируют поступить в Голицынский пограничный институт. Уже в ходе службы военные училища и вузы отбирают лучших ребят. Молодой человек должен быть готов по состоянию здоровья служить в вооруженных силах, причем служить не один, не два года, а служить десятилетия. Военная служба, понимаете, что это экстремальный вид деятельности, поэтому требует большой и морально-психологической нагрузки, и физической нагрузки. Поэтому основной критерий – это состояние здоровья. Сегодня здоровье призывников проверяют с особой тщательностью. Из-за пандемии уже третья призывная кампания проходит с ограничениями. Измерение температуры, масочный режим. Перед самым отправлением к месту службы – тест на коронавирус. Весенняя призывная кампания проходит с 1 апреля до 15 июля 2021 года. Во все виды войск от нашего округа отправят около 300 новобранцев. Вячеслав Борисович, вот по итогам первой недели, что говорят врачи, насколько подготовлены новобранцы и что говорят о их состоянии? Именно с точки зрения здоровья. Безусловно, я всегда об этом говорю, что главная цель любого руководителя – это сохранение здоровья, жизни людей. И мы тоже своей главной целью ставим такую, которая нам не позволит призвать хотя бы одного призывника, который по состоянию здоровья не гонит в службу вооруженных сил. Поэтому на этот вопрос мы обращаем основное и самое главное внимание. Я должен сказать, что состояние призывников имеет тенденцию улучшения, потому что, я так думаю, есть и объективные, и субъективные причины. Но прежде всего потому, что все-таки, как вы заметили, последние годы здоровый образ жизни, так называемый, он все-таки более становится приоритетным, чем образ жизни, который не позволяет думать о здоровье или рассчитывать на то, что здоровье будет крепким. Поэтому многие призывники занимаются спортом, работают в военно-патриотических клубах, где тоже этому уделяется очень много внимания. И поэтому я должен сказать, что тенденция, пусть она и незначительная, пусть она не стремительная, но, по крайней мере, она ощущается. Тенденция на улучшение здоровья призывников. У нас все меньше и меньше становится процент тех граждан, которые по состоянию здоровья не идут служить вооруженные силы. Куда и в какие войска отправятся служить наши ребята? Ну, и традиционно 80% призывников, которых мы призываем, они идут служить в войска соединения части Западного военного округа. В состав Западного округа входит 26 субъектов Российской Федерации. Будут служить во всех видах городах войск, сухопутных, ракетных войсками стратегического назначения, в воздушно-космических войсках, в воздушно-десантных войсках. По традиции мы призываем, пусть небольшое количество, но порядка 9-10 человек для прохождения службы в президентский полк и в преображенский полк. Это элитные, скажем, воинские части, которые мы видим по телевидению, которые участвуют и во многих проведениях государственных мероприятиях, выполняют важные государственные функции, задачи. Охотно ли сегодня молодежь идет служить вооруженной силой и каков процент уклонистов? Как я уже сказал, что есть даже призывники, которые приходят в военный комиссариат без повестки, без вызова по повестке. Есть молодые люди, которые, обучаясь в высших учебных заведениях, идут в деканат, пишут заявление, берут академический отпуск, идут на год служить в армии, потом возвращаются, продолжают обучение. Есть такие. Основное количество молодых людей, большинство, это законопослушные граждане, которые понимают важность и необходимость военной службы, а штык нам в землю очень рано втыкать. Тем более все знают непростую сложную обстановку, которая вокруг Российской Федерации, о приближении к нам блока НАТО, о событиях, которые происходят в ближайших, в прошлом дружественных нам государствах. Поэтому нам нужно помнить о внешних угрозах и защищать свое отечество необходимо. Служба в вооруженных силах, безусловно, необходима. Как в этом году будет проводиться отбор ребят в военно-учебные заведения Министерства обороны? Каждый год мы отбираем кандидатов для поступления в высшее военно-учебное заведение. Отбираем порядка 100 человек. Каждый год и сейчас мы примерно столько же направим кандидатов для поступления в высшее военно-учебное заведение. И идут ребята приобретать профессию защитника Отечества, Родину защищать желанием, как правило, это сыновья военнослужащих, продолжатели военной династии. У нас их достаточно много в нашем городском округе. Ну и есть и такие молодые люди, которые решили стать истоком создания таких династий. Абсолютно осознанно идут, понимая важность офицерской профессии, ее почетность офицерской профессии, ее трудность, сложность. Поэтому, как правило, молодые люди готовятся к этому, готовятся физически, готовятся морально, приобретают хороший багаж знаний в школах, стараются учиться. И делая такой осознанный выбор, они, как правило, поступают в военное училище и потом становятся хорошими офицерами. Многие ли наши выпускники сегодня хотят стать офицерами? Мы отбираем каждый год порядка 100 человек. Мы проводим, конечно, определенную работу, безусловно, агитационную, пропагандистскую. В этом участвуют и сотрудники военных комиссариатов, и ветераны вооруженных сил. У нас очень хорошая программа и планы патриотического воспитания в нашем городском округе, которые основаны и на федеральных документах, федеральных требованиях, и указах президента, и в Московской области, программа патриотического воспитания. Я уже говорил о работе патриотических объединений всевозможных. И занимаясь в этих организациях, объединениях, ребята готовятся к службе и идут под условием желания. Вячеслав Борисович, я знаю, что военный комиссариат занимается подготовкой призывников по военно-учебным специальностям. Расскажите об этом. Да, это очень важная задача. В плане подготовки граждан к военной службе мы совместно с ДСАФ, со школой ДСАФ, проводим подготовку граждан по военно-учебным специальностям, по которым они будут проходить военную службу. Вот наша школа ДСАФ, она готовит ребят по военно-учебной специальности водителей по категориям С, Д и Е. Причем я должен сказать, что обучение, подготовка проходят абсолютно бесплатно для призывника и его родителей, семьи его. Это за счет средств Министерства обороны. И в обязательном порядке эти ребята идут служить и будут служить именно по той воинской учетной специальности, которую приобрели, то есть водителям. Значит, потребность водителей большая в вооруженных силах. И никто не останется без транспортного средства, а будет заниматься именно той работой, которой он готовился во время подготовки к военной службе. Поэтому я предлагаю всем призывникам... Как можно стать участником этой программы? Что для этого необходимо? Да, прибыть в военный комиссариат, кабинет 317, Милованов Андрей Михайлович, сотрудник военного комиссариата, который занимается отбором таких граждан. И ребята идут служить в школу ДСАФ, получают водительское удостоверение, и потом идут обязательно водителям служить в вооруженные силы. Причем большинство, как правило, ставят служить в Москве, в Московской области и в ближайших областях. Поэтому я приглашаю, призываю готовиться к службе не только в школе и спортивном зале, но и получить военную учетную специальность, что значительно облегчит службу вооруженных сил. Наши съемочные группы неоднократно присутствовали при вручении водительского удостоверения таким ребятам. Давайте посмотрим, как проходит их обучение. Давайте. Ввод, равняйсь. Смирно. Равнение на середину. Товарищ председатель резонационной комиссии. Взвод номер один к выпускным экзаменам готов. Выпускной экзамен в Одинцовской школе ДСАФ для будущих призывников начинается с построения. С напутственными речами перед ними выступает начальник школы и представитель военкомата. Ведь юноши занимаются по целевому набору. Для освоения профессии водителя, которая может пригодиться во время службы в армии. К таким ребятам в школе отношение особое. Мы используем элементы воинского воспитания. Здесь построение, здесь контролируется прибытие, убытие. Они делятся на отделение. Есть помощник у преподавателя, как заместитель командира взвода. То есть такие, на мой взгляд, небольшие, но тем не менее серьезные воинские будущие ритуалы мы соблюдаем. Три с половиной месяца юноши изучали теорию и практиковались в вождении армейских вездеходов, КАМАЗов. Знакомились с устройством автомобилей, чтобы уметь ремонтировать и обслуживать машины. А также осваивали военно-прикладные виды спорта. Лыжи, метание, гранаты. Занимались очно, с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Сейчас все 24 выпускника готовы сдать экзамен на получение водительских удостоверений категории С. Артуру 18. Он мечтал стать военным с 8 класса. Окончив школу, решил пойти в армию, а затем поступить в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Положительные характеристики и успешное прохождение медкомиссии позволили ему пойти в автошколу. Молодой человек обучается на две категории – С и Б. Пока все получается. Естественно, по габаритам отличаются. Достаточно непривычно. Но, в принципе, по ходу обучения всему потихонечку учишься. И со временем все обязательно получится. Артему 19. Оканчивает колледж по специальности прикладная информатика. В его семье военных не было, но все мужчины служили в армии. Сам Артем в будущем хочет стать военным программистом. А пока стремится попасть в президентский полк. У меня есть все показатели, которые там требуются. Как раз-таки это рост, чистая биография, хорош шоу в учебе. И никаких наколок, ничего. Полностью подхожу. Ребята сдают теорию и практику упражнения на площадке. Виртуозно проезжают змейку, маневрируют в ограниченном пространстве, аккуратно заезжают задним ходом в гараж и уверенно совершают параллельную парковку. Из-за погодных условий небольшие задержки возникают лишь на подъеме после остановки на эстакаде. Но такие трудности только закаляют характер. Ведь все выпускники хотят стать водителями в армии. Наши курсанты, выпускники перевозят различные грузы. То есть это и вещевое удовольствие, и продовольствие. А также для выполнения боевых задач могут даже подвозить снаряды, боеприпасы. Поэтому профессия военного водителя в армии очень востребована. Военный комиссариат городов Одинцово, Звенигород и Краснознаменск ежегодно проводит отбор ребят в школу ДСААФ для бесплатного целевого обучения по специальности водитель транспортных средств категории С и Д. В этом году для весеннего и осеннего призывов планируется набрать 62 юноши. Для этого необходимо личное желание будущего призывника и успешное прохождение медкомиссии в инкомате. Вячеслав Борисович, в завершении нашей программы, что бы Вы пожелали всем призывникам? Прежде всего, я бы хотел поздравить всех сотрудников военных комиссариатов со 130 годовщины среди образования военного комиссариата. А призывникам я хотел бы пожелать хорошей службы. Служба необходима. Она необходима для молодых людей, потому что одна категория молодых людей, первая, скажем так, она вырастет, возмужает, станут сильными, мудрыми, крепкими, приобретут военную учетную специальность, что потом пригодится в гражданской жизни. Значит, вторая группа, вторая часть призывников, начав службу в вооруженных силах, почувствует, что это их, что это их путь, и не исключено, что продолжит военную службу по контракту, кто-то поступит в военное училище и посвятит всю свою жизнь почетной профессии защищать свою отечество, защищать родину. Я бы хотел пожелать всем призывникам хорошей службы, здоровья, благополучия, успехов в службе, и нет сомнений в том, что они вырастут настоящими защитниками Отечества. Спасибо вам за интересную беседу, еще раз с праздником. Спасибо за поздравления, за приглашение на эфир. Вам творческих успехов. Спасибо. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания.